Всем привет! Сегодня решил поговорить не про лайфхаки. Что я имел ввиду под заголовком? Как петь не думая о последствиях? Чтобы было все равно, что подумают окружающие. Признаюсь, я интроверт. Когда начинал пробовать что-то петь, после ломки голоса лет в 15-16, где-то уже не помню точно, боялся, что хоть кто-нибудь меня услышит. Настолько стеснение было огромным. Хотя до ломки голоса помню, как пел громко и звонко. Еще и на конкурсе караоке умудрился даже первое место занять. Когда голос поменялся, он мне ужасно не нравился. Был глухим, невзрачным, какая-либо техника отсутствовала напрочь. Но главное, это непокидающее чувство стеснения. Но все равно были желания и установка на то, что рано или поздно я запою круто. Постепенно начала приходить техника и понемногу стеснение начало отступать. Но смысл переживать, если ты видишь, что у тебя уже хоть что-то получается. Иногда даже сейчас это самое стеснение может взять верх, но происходит это довольно редко. И в основном, когда ты поешь перед человеком, который пытается всеми силами найти в тебе какие-то недочеты, и ты об этом знаешь. Либо во время важных выступлений. Но это скорее не стеснение, а просто переживание. Так как же потерять совесть? Во-первых, вам нужно понять, что у вас есть голос. Ну вот есть и все. И не важно, кто вам что когда-либо говорил. У всех он есть. Даже у Ольги Бузовой. Ну, хотя, конечно, тут даже не знаю, да. Во-вторых, желательно представлять его потенциал. Было бы очень неплохо, если бы вы нашли место, где вас никто не услышит, и где можно просто повыкрикивать разные звуки. Именно так, как вы это слышите у себя в голове. А не так, что в голове вы слышите громкий звук, а на выходе недавно слышимый писк. Естественно, тут без фанатизма, не надо надрываться, нужно опираться на собственные ощущения. Но суть вы понимаете. Нужно просто рожаться и не думать о последствиях. В-третьих, надо просто больше петь. Вот так просто, да. Прям намного больше. И тихо, и громко, да как угодно. А идеальным вариантом будет, если вы начнете петь кому-то. Родителям, друзьям, знакомым, коту, это не важно. В этот момент вы уже сдвигаетесь с мертвой точки и начинаете двигаться в правильном направлении. А зажимы, которые, кстати, являются последствием всех ваших переживаний, постепенно уходят. И вот так вот вы накапливаете опыт постепенно, по чуть-чуть. И понемногу начинаете забывать, от чего вы там вообще нервничали, переживали. А совесть временем теряется. И соседи начинают слышать офигительный вокал из-за стены. И аплодируют вам стоя. Ну вот как-то так. Хотите быстрее избавиться от всего этого и запеть быстрее? Записывайтесь ко мне на занятия. Как очно, так и по скайпу. Вот такой вот я бессовестный. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok